В зале суда вместе с подсудимым приговора с тревогой ожидает только его бабушка. Сам обвиняемый напряжен и прячет глаза. За совершение особо тяжких преступлений суд всегда дает лишение свободы, несмотря на несовершеннолетний возраст. Эдик Палатов жил вместе с братьями и бабушкой. Мать умерла несколько лет назад, отец ушел. По уверению подсудимого, он долгое время не мог найти работу и поэтому решился заняться продажей героина. Однако наладить бизнес не получилось. Под видом покупателя к нему явился оперативный сотрудник, который документально зафиксировал факт преступной сделки. За 5000 тенге покупатель получил 5 доз со специфическим белым порошком. Впоследствии экспертиза определит, что это вещество является героином общим весом 1,2 грамма. В текущем году, 19 мая, он незаконно сбыл наркотическое средство героин в особо крупном размере, то есть свыше 1 грамма на сумму 5000 тенге. Молодой человек был арестован, а по окончанию расследования предстал перед судом, имея в багаже совершение тяжкого преступления. В суд приговорил несовершеннение Полтобаева Эдика Романовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения присмотра статьи 297 часть 3.3 Укалиевского Казахстана. С учетом требований статьи 55 часть 2 Укалиевского Казахстана, назначен по статье 297 часть 3.3 Укалиевского Казахстана, 7 лет лишения свободы без конфискации личного имущества с отбытием наказания воспитательной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и подсудимый может подать апелляцию.